Всем привет! Сегодня я расскажу про нож марки SOG, предоставленный официальным дилером ножей SOG в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Итак, новинка относительная на рынке SOG Terminus XR с накладками из G10. У SOG поменялось руководство, теперь появились новые модели ножей, новые упаковки и новые дизайны. Давайте смотреть на эту модельку. Симпатичный маленький ножичек, накладки из G10, сталь клинка D2, замок типа Axis с флиппером. Очень интересная маленькая компактная моделька, давайте рассматривать ее внимательнее. Стальные лайнеры, проставка Backspacer из пластика, интересная такая клипса скрытого ношения, отверстия для темляка нету. Темляк можно цеплять на клипсу, заводя. Присутствует замок типа Axis, открывать можно флиппером. Из коробки ножек работает немножко туговато и необходимо приноровиться для его открытия. Тугость связана с тем, что для открытия необходимо преодолеть сопротивление замка пружины и, соответственно, только после этого ножик у нас откроется. То есть, вот мы видим, и ходит пружина, и потом начинается открытие. По обзорам в интернете народ говорит, что его можно разобрать, снять пружинку Axis, и ножик будет работать полноценно, как флиппер. Я в данном случае не хочу этого делать, меня устраивает все как есть. Присутствует шпенек двухсторонний для однорукого открытия, удобный, никаких проблем с этим нету. При открытии флиппер немножко пытается, врезается иногда в палец, мешает открытию, но, в принципе, в данном случае проблем с этим нету. Проблемы с этим флиппером есть у CLXR, там он мешает открытию за отверстие для открытия ножа. На обухе клинка присутствует насечка для упора большого пальца. В руке ножик лежит достаточно удобно. Накладки G10 неплохо полированные, такого темно-бордового цвета. Сомневаюсь, что они будут менять свой цвет во время эксплуатации, а не такого неброского, слегка затемненного бордового цвета. Сталь на клинке D2, заточка достаточно неплохая, сведение, симметрия клинка, в принципе, очень неплохо. Режет весьма бодро, для своих габаритов и функций EDC ножа очень интересный ножичек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрывать очень просто удобно. Отжимаем пружину, и под своим весом ножик складывается. Это лучше делать двумя руками, и тогда никаких проблем нет. Для открытия следует потренироваться, и ножик работает очень приятно и аккуратно. Попытался я ослабить сам осевой винт, чтобы клинок как-то легче открывался. Это никак не помогло. Причина открытия именно пружина вот этого Эксиса. Вот такой вот симпатичный маленький ножичек. По продуктам, конечно, он может быть немножко коротковат. А для всяких EDC задач срезать ветку, разрезать веревки, упаковку, картон. Без проблем справятся. Такие вот ножи появились у марки СОК. Бывает в других цветах. Детали крупным планом. Хорошая обработка накладок рукояти. Снятые фасочки у лайнеров. Аккуратные винты без сорванных шлицов. Переставляемая клипса. И неплохая заточка. Хотя, честно, заточка из коробки бывает у ножей и лучше. Волосы не бреют. Скорее дерет. Бумагу бреет. И в целом достаточно неплохо. Покрытие такое матовое у нее. Это не stone wash. Это скорее типа пескоструя что-то. Для открытия лучше прикладывать усилия. Для закрытия просто двумя пальцами ослабляем замок. Из интересной конструкции. У нас флиппер здесь выглядит вот таким вот плавничком. На него никакой силовой нагрузки не идет. Но у него есть вот такой пропил. И при какой-то нагрузке сюда, если все-таки будет желание, я думаю, его можно согнуть или сломать. Но, как говорится, это уже на совести пользователя будет. Достаточно симпатичный, простенький. И какое-то новое веяние в свете обычных ножей, где меняется только дизайн. Какой-то монстроузорный. Здесь же все как-то более-менее гарматично. И складно получилось у компании Sog. В сравнении с другими ножами Terminus не такой большой. Но, в принципе, это и удобно. EDC ножек должен быть достаточно компактным, не очень заметным и удобным для использования. В сравнении с по 700 первым райком, видно, что рукоять у него толще. Она легко чистится из-за короткого бэкспейсера. И ширина ее удобная для работы. А в холодное время года накладки из G10 будут меньше холодить руку. И рукоять будет более цепкой. В сравнении с флагманом складных ножей CL-XR габариты показывают, насколько Terminus маленький. И насколько его внешний вид цивильный. По сравнению с тактическим видом зубатым CL-XR. Ну и для полноты картины покажем уже 4,5 мм обух CL-XR с компактным EDC ножом. Абсолютно разные идеи. Абсолютно разное предназначение ножей. На этом все. Спасибо всем за внимание. Ножек предоставлен для обзора официальным дилером ножей СОК в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. До новых встреч! СОК в России СОК в России